Привет, на связи Денис. Пишу я тут, значит, аранжировочку. И тут мне приходит такое сообщение от Сергея Егорова. Привет, можешь помочь разобраться, как это сделано? Я скачиваю проект, а там вот это. Причем кнопка play даже не нажата. И мне стало интересно, конечно же, как это так сделано, что сама собой играет какая-то мелодия, вроде бы даже все гармонично, но при этом ноты рандомные явно. На самом деле, выглядеть все это сложно, но тут все довольно-таки просто. И давайте попробуем собрать такой патчер самостоятельно. Добавляем новый патчер. Вот эту вот основу я, пожалуй, оставлю, чтобы не изобретать велосипед. Добавляем патчер и попробуем повторить это, чтобы разобраться, как это вообще было сделано. Так, ну для начала нам понадобится генератор нот, то есть генератор MIDI-сообщений. В FL Studio есть для этой цели MIDI-out. Теперь здесь нам необходимо сконфигурировать данный параметр, чтобы он отправлял именно нажатие ноты, то есть MIDI-сообщение нажатие ноты. Для этого вот здесь вот выбираем нот, и в принципе все, принимаем. То же самое делаем для этих двух параметров. Вот, теперь они отправляют какие-то ноты. Давайте направим это дальше на некий плагин. Ну пускай будет тот же Citrus. Нам сейчас это не принципиально. Выберем какой-нибудь пресет. Вот этот плаг меня полностью устраивает. Даже никакой не нужен после него реверк-дилей, потому что они тут уже есть в самом пресете. Теперь соединяем выход MIDI-сообщений с нашим синтезатором. И когда меняется значение этого параметра, отправляется соответствующая нота на Citrus. Так, я сделаю потише. Теперь нам надо, чтобы эти ноты, поскольку они будут у нас случайными, привязывались к выбранному ладу. Для этого надо добавить сюда еще тот самый VFX Key Mapper. Соедините его с MIDI-аутом и Citrus. И выбрать здесь какой-нибудь лад. Ну допустим, пускай будет блюзовый лад. Теперь мы получаем только ноты блюзового лада. Теперь каждый из этих контроллеров нам необходимо привязать к секции LFO соответствующего пик-контроллера. Но здесь мы пока не видим такой возможности. Для того, чтобы она появилась, надо нажать Activate. И вот появляется теперь LinkToController. Но у нас еще нет этих контроллеров. Давайте сначала активируем все три. Вот мы их активировали. Теперь добавим три FruityPick контроллера. И назначим их. Так вот, просто их назначить нельзя. Значит нам надо вывести OutputsController LFO. И назначим первый пик-контроллер. Допустим, вот сюда. Следующий пик-контроллер назначим. Точно так же Outputs выводим LFO. И назначаем сюда. Ну и третий точно так же выводим Outputs и назначаем сюда. Вот теперь нам надо здесь выбрать рандомную форму LFO. И как только мы поднимем Wall начнут крутиться эти ручки. Ручкой Speed можно регулировать скорость. Правой кнопкой можно нажать по ней и задать скорость к кратному темпу. Например, 4 или 2 шага, или 3 это будет уже полиритмия. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok В общем, вот так вот это работает и на самом деле даже не пришлось здесь назначать, привязывать это к пик-контроллерам. Всего лишь выводим Output и они автоматически связываются. Чтобы выводить несколько интерфейсов на экран, я нажимаю Alt и щелкаю по ним удерживая alt ну и я настроил пик контроллера таким образом чтобы у меня первый был пониже и у него диапазон побольше средний чуть повыше диапазоном средний и высокий точнее нет вот этот средний а этот высокий у него самый маленький диапазон но выше всех начинает ну и вот здесь вот видно собственно на синтезаторе какие клавиши нажимаются все этот пресет можно сохранить и если понадобится такое рандомное арпеджио где-то в треке можно его быстро добавить и использовать конечно же можно здесь добавить еще также делай реверк но в данном пресете они уже есть поэтому я этого делать не стану а просто сохраню на этом все подписывайся на канал ставь лайк и просто повтори все по данному видео чтобы тебя получился подобный пресет